Цены на новые машины продолжают расти. Это вынуждает желающих обзавестись четырехколесным другом рассмотреть покупку автомобиля с пробегом. Его стоимость значительно ниже, при этом можно найти вариант с топовой комплектацией или премиальной марки. На сайтах объявлений представлен широкий ассортимент. Однако машину на продажу не всегда выставляет собственник. На рынке поддержанных авто работает много перекупщиков. Провести юридически чистую сделку с ними не удастся, потому что многие из них не вписываются в паспорт транспортного средства и не регистрируют машину на себя. Такой способ покупки опасен тем, что предыдущий собственник может снять машину с учета. Тогда у нового владельца возникнут сложности с ее постановкой на учет в ГИБДД. Сейчас схема продажи автомобиля довольно простая. Человек, который продает, он просто пишет куплю-продажу на месте, то есть это бланк, который можно взять и распечатать в интернете. И перекупщики различными способами пытаются уговорить владельца, ну, которого покупают машину, чтобы он оставил место для нового собственника. Тем самым перекупы получают договор с его данными и потом просто перепродают машину и вписывают в это пустое место нового владельца. Вычислить такого продавца можно по аккаунту на площадке с объявлениями. Если профиль создан недавно или в завершенных публикациях много проданных автомобилей, то, скорее всего, он занимается перепродажей. Чаще всего такие продавцы не показывают машину возле дома, а выбирают нейтральную территорию на парковке торгового центра или автостоянку. Специалисты по подбору авто советуют начинать осмотр автомобиля с проверки документов. Первым делом необходимо сверить ВИН-код в ПТС и на кузове автомобиля. Он не должен иметь дефектов и затертостей. Шрифт ровный, без плавающих символов. После можно перейти к оценке кузова. Это самая главная деталь автомобиля, потому что выполняет несущую функцию. Для того, чтобы выяснить, в каком состоянии находится машина, специалисты советуют воспользоваться специальным прибором-толщиномером. Его сдают в аренду. С его помощью можно узнать, чинили ли или красили машину. Каждую деталь автомобиля рекомендуется проверить как минимум в пяти точках. Толщина краски должна быть не более 150-160 микрон. У разных производителей она может отличаться. Этот параметр лучше уточнить заранее в интернете. Также не забываем про внутренние части автомобиля. Мы для этого открываем дверь и смотрим пороги и стойки. То есть у нас свой должен быть у порог и стойка меньше, чем у навесных элементов и у крыши. Также не забываем про осмотр крыши. Сейчас вам покажу, как выглядят крашенные детали. Здесь мы видим 1500 микрон. Это означает, здесь у нас присутствует шпаклевка. То есть, значит, был небольшой удар в заднюю часть. И для этого мы уже смотрим более детально внутренние элементы. В подкапотном пространстве, прежде всего, обратите внимание на болты крепления крыльев и капота. Потому что бывает, красят под прибор, и ваша задача определить, менялась деталь полностью или нет. Каждое автомобильное стекло имеет заводскую маркировку с датой производства и эмблемы изготовителя. Если информация на стеклах отличается, это говорит о том, что стекло меняли. Оптика тоже имеет свою маркировку. Разные фары могут свидетельствовать о том, что машина побывала в ДТП. Потеки на двигателе говорят о его негерметичности, что в дальнейшем может привести к дополнительным затратам на ремонт. Также стоит обратить внимание на состояние технических жидкостей. Визуально они должны быть чистыми, без примесей. Если автомобиль вас устроил, можно переходить к оформлению сделки купли-продажи. Юристы советуют приобретать автомобиль только у владельца, который вписан в паспорт транспортного средства. Составить договор можно самостоятельно, распечатав бланк из интернета. В документе нужно указать паспортные данные и адреса регистрации продавца и покупателя, а также номер кузова и силового агрегата. Очень рекомендую уточнить паспортные данные продавца и посмотреть в открытом источнике на сайте Федеральной службы судебных приставов, нет ли в отношении данного лица какой-то задолженности. Необходимо зайти на сайт нотариальной палаты в реестр залогового имущества и уточнить, не находится ли этот автомобиль, который планируется приобрести в этом реестре. Это на тот случай, если вдруг будет необходимо расторгать договор и доказывать, что покупатель являлся добросовестным приобретателем, вот этот момент он является существенным для суда. Некоторые продавцы часто стараются занизить сумму сделки, чтобы избежать уплаты налога. Юристы не советуют соглашаться на такие условия, потому что в случае расторжения договора в суде можно будет рассчитывать только на ту сумму, которая была указана. Также, чтобы обезопасить себя от претензий со стороны продавца, необходимо взять расписку о получении денежных средств за автомобиль. Она должна быть написана от руки. Максим Магомедов, Максим Гусев, Николай Сидоров. События.